Деяние апостолов Глава двадцатая По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Прошед же те места и, преподав верующим обильные наставления, пришел в Елладу. Там пробыл он три месяца, когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пирров, Вериянин, и из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаи Дервянин, и Тимофей, и Осийцы Тихик и Трофим. Они, пошедши вперед, ожидали нас в Труаде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Труаду, где пробыли семь дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намериваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел Сашет пал на него и, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. В Зашетжий, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы оттуда взять Павла, ибо он так приказал нам, намериваясь, сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взявши его, мы прибыли в Метелину, и, отплывши оттуда в следующий день, мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывавши в Трогелии, в следующий день прибыли в Мелит. Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Ассии, потому что он поспешал, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Мелита же, послав в Ефес, он призвал присвятеров церкви, и, когда они пришли к нему, он сказал им, Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая, Господу, со всяким смиренно мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал, сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колено свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю, Павла целовали его, скорбя особенно отсказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Субтитры сделал DimaTorzok